Продолжение следует... Продолжение следует... По-прежнему социальная сфера. Расходы на нее в 2014 году вырастут. Бюджет следующего года очень напряженный. И, конечно, возможность привлечь федеральный ресурс, федеральные деньги, для нас очень важны. Вот такие возможности. Как их можно привлечь? Только через участие в федеральных программах, где требуется софинансирование. Поэтому мы договорились с Министерством финансов о том, что они вместе с Минэкономикой Республики, как я себе, проанализировали все федеральные программы. И там, где есть возможность и необходимость, конечно, поучаствовать. Федеральный бюджет формируется так же сложно, как и в регионах России. Однако средства в следующем году, хоть и в меньших объемах, но выделят. Мы, правда, предусмотрели в федеральном бюджете поддержку определенную, 100 миллиардов рублей по этому году идет именно на выполнение указов президента в регионы. И 120 миллиардов на следующий год заложили. Основная задача – это аккумулировать максимально возможный объем доходов в бюджет Республики. Бюджет представили официально на президиуме Верховного Совета. Впереди обсуждения на публичных слушаниях и на сессии парламента. Только после этого документ утвердят окончательно. Прием по личным вопросам депутаты Верховного Совета продолжают помогать жителям Хакасии решать их проблемы. На этой неделе приемную в Абазе открыли первый заместитель председателя парламента Юрий Шпигальских и депутат Матвей Дреев. Абазинцев волновали вопросы разного характера, отличных, которые решаются на местном уровне до общих, где необходимо вмешательство властей Республики. Теперь Хакасгаз – это банкротство. Никто не взял на себя никакую ответственность. Сегодняшняя встреча в основном вопросы поднимались с той проблемой, которая возникла буквально недавно. Это проблема Хакасгаза. Люди остались без газа. Это стоит самая острейшая проблема. На сегодняшней встрече в основном озвучивался этот вопрос. Общими усилиями решать будем эти проблемы на уровне Верховного Совета, на уровне муниципалитета. Хакасия почтила память жертв политических репрессий. С самого утра люди шли к мемориалу на улице Тараса Шевченко в Абакане. Портреты тех, кто погиб в годы большого террора, несли с собой родственники репрессированных. Практически у всех схожая история. Ложный донос, клеймо «Враг народа», «Лагеря или расстрел». Давайте вспомним тех, кто погиб, тех, кто пострадал от жестоких репрессий, тех, кто жив и пожелать им здоровья и долгих лет. Пусть теплые слова, пусть поддержка властей различного уровня станут для них надежной опорой. В советские годы в нашей республике репрессировали более 30 тысяч человек. Среди них раскулаченные, арестованные по этническому признаку или объявленные преступниками из-за религиозных убеждений. Расстреляли практически 5 тысяч человек. Память о них почтили минутой молчания, а к мемориалу возложили пинки и цветы. Это были все новости. Следующий выпуск программы «Парламентский дневник» выйдет ровно через неделю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok